Успешное завершение одного из этапов операции МАК-2021. Наркополицейские рапортуют о высоких показателях в работе. Только за один месяц уничтожено посевов на площади в 40 гектаров. Помимо этой работы силовики трудятся и в других направлениях, борются с незаконным оборотом запрещенных веществ в нашем регионе. Операция направлена на уничтожение дикорастущих очагов и незаконных посевов конопли и мака, выявление и привлечение к ответственности граждан, осуществлявших незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, а также пресечение каналов транспортировки наркотиков растительного происхождения из сельских районов в города Приморского края и за пределы региона. В преступлениях этой направленности отличились и уссурийцы. В конце июня проведена большая работа в районе села Никола-Львовская, где сотрудники полиции уничтожили более 200 тысяч кустов. Площадь посадки обработали гербицидами, что привело к гибели запрещенных к выращиванию растений. Уничтожено 216 тысяч кустов дикорастущих манжурской конопли на площади свыше 5 гектаров. Экспертиза установлена, что представленные образцы дикорастущей конопли являются наркосодержащими и могут быть использованы для изготовления наркотических средств. Подобная работа велась по всему региону. На борьбу были брошены силы полиции, ФСБ, погрануправления, таможни, флота и 5-й армии. Результат не заставил себя долго ждать. Огромная партия наркотиков не допущена в оборот. Изъяты из незаконного оборота свыше 65 килограммов наркотических средств растительного происхождения. Выявлено 172 наркопреступления. Составлено 114 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Операция МАК-2021 традиционно проходит в несколько этапов. И это итог работы лишь одного. Любые данные о произрастании конопли, точках сбыта и подозрительных лицах можно сообщать по номеру 3216-26, либо на телефон доверия 8-4232-40-10-00. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.